Добрый день, Татьяна Викторовна! Вот об этом я тоже хотела попросить, и вы меня предвосхитили, потому что коллеги материала очень много. Я тут приготовила и для педагогов, и для психологов. Очень интересные вещи, и я надеюсь, что всё это будет полезно для вас и для вашей работы. Давайте знакомиться с тем, с кем ещё не знакомы. Меня зовут Мария Токмянина. Я работаю и живу в городе Екатеринбург. Работаю я тренером, тренер-психолог в Международной школе лидерства, но и веду обучающие программы на разных площадках нашей прекрасной необъятной страны. И сегодня мы с вами поговорим про методы семейной диагностики. Я выхожу к педагогическому сообществу и буду рассказывать про методы, которые используют психологи, но я выбрала не все методы, те, которые педагоги могут очень спокойно, легко и комфортно использовать и получать результаты. Кстати, давайте немножко поголосуем. Мне сейчас это важно. Такой проведём небольшой соцопрос. Если вы педагог, поставьте, пожалуйста, огонёчек слева от сайта, от чата. А если вы психолог, напишите, пожалуйста, плюсик в чат. Очень интересно понимать, с кого здесь больше, психологов или педагогов. Ну и, собственно говоря, это нужно мне для того, чтобы понимать, к кому обращаться. Коллеги ставят плюсики, а тоже коллеги-педагоги ставят огонёчки. Всё, вижу, спасибо. Итак, давайте начнём. Почему мы говорим о семейной диагностике? По новым нашим стандартам, по новой федеральной программе, у нас работа с родителями становится более индивидуализированной. То есть мы говорим о том, что теперь подход к работе семьи будет дифференциальным, и мы работаем с родителями не просто с кем-то усреднённым, а работаем с теми семьями, конкретно с теми семьями, которые приводят к нам детей, и работаем с их проблемами, с их задачами, делая так, чтобы это взаимодействие было для них очень и очень полезным. Но ещё раз напомню о том, что в тех же новых программах прописана роль педагога, что педагог теперь эксперт, который сопровождает воспитание ребёнка в семье. То есть родители получают очень и очень важный статус главных воспитателей своего ребёнка, а мы получаем не менее важный статус экспертов, которые своими профессиональными знаниями помогают родителям. Вот такая вот расстановочка сил. Но и да, напомню, что наш чат – это рабочий инструмент, поэтому пишите туда вопросы, запросы, может быть, свои замечания, комментарии, даже негодования, и всё об этом мы тоже с вами будем говорить. Итак, мы с вами проводим диагностику для того, чтобы понять, с какими семьями мы имеем дело и что для этих семей мы можем сделать. Что нам даст проведение диагностики и понимание того, какие семьи у нас есть? Во-первых, мы можем создавать план работы с опорой на реальные потребности семей. Я просмотрела много планов работы с родителями, педагогов, и там есть очень интересные вещи. Там есть праздник осенних листьев, например, там есть праздник пап, там есть какие-то лекции, что-то ещё, там нет индивидуализации, то есть непонятно, к кому вообще это обращается. Поэтому потом мы страдаем от того, что на наше собрание и праздники приходят полтора родителя, и те вяжут носки под столом или обмениваются рецептами. Нам так неинтересно, поэтому давайте будем сотрудничать по-другому. Второе, почему нам это нужно, это возможность выделить семьи группы риска и предупреждать проблемы. Причём семьи группы риска, это будут не только сильно пьющие товарищи, это и другие категории семей, о чём я позже расскажу. Ну и в-третьих, это возможность осознанно планировать стратегию взаимодействия с учётом особенностей характера родителей. Что это нам даёт? Зная, кто перед нами, мы уже действуем не на обум, а мы действуем точно и добиваемся своих целей воспитательных и меньше сталкиваемся с конфликтами. Что нужно знать педагогу о семьях? Вот это тот минимум, который нужно бы знать. И сейчас это как бы такой список по ранжированной, по убыванию важности. То есть прежде всего обязательно нужно знать семейную ситуацию своих воспитанников или учеников. То есть что происходит в семье, вот на уровне описания. Дальше важно знать тип родительского отношения, потому что вы с ним точно столкнётесь. Хорошо бы знать особенности взаимодействия в семье, потому что тоже часто, когда мы начинаем глубоко работать как-то индивидуально с ребёнком, вот особенности взаимодействия в семье, они начинают влиять на нашу работу. Затем мы учитываем факторы риска и в такой долгосрочной работе ещё нам будут важны родительские стратегии. То есть что родители мечтают сделать для своих детей, как они видят вообще процесс развития своего ребёнка. Буду сопровождать своими примерами, ну и тоже буду рада видеть ваши кейсы и примеры в нашей бегущей строке. Начнём с первого, самого важного. Анализ семейной ситуации воспитанников. Это та входная анкета, которую вы им будете предлагать. Что важно? Понять состав семьи. Состав семьи. То есть кто живёт с ребёнком, кто за него отвечает. Ну и согласитесь, что семья, один ребёнок, папа, мама и две бабушки, два дедушки и ещё там тёти, дяди, возможно бездетные. Это одна ситуация. И здесь будут свои риски и свои преимущества. И, например, папа, работающий на вахте, мама дома с пятью детьми и без бабушек, без дедушек. Это будет другая семья. Будут свои преимущества и свои риски. Просто подход у вас будет разный к этим семьям. Также не поленитесь узнать, какой ребёнок по счёту. То есть здесь старший, младший или средний. Потому что это очень сильно влияет на то, как ребёнок будет адаптироваться и социализироваться. То есть старшие дети чаще всего берут на себя ответственность. Они действуют более решительно. Детям, которые в семье младше, будет нужна помощь и защита. Они её будут активно искать и будут менее самостоятельными. Обязательно надо узнать условия проживания, где живёт семья, выявить факторы риска и готовность к сотрудничеству. Факторы риска тоже позже будут. То есть это входная анкета, с которой вы начинаете знакомство с родителями. Ну и, кстати, готовность к сотрудничеству вы уже увидите по тому, как родители с самой первой анкетой обращаются. Если про неё забыли и вам не вернули, тогда вы понимаете, что здесь готовность к сотрудничеству нулевая или даже минусовая. То есть с вами не готовы сотрудничать и работу нужно выстраивать вот именно в этом ключе, то есть формировать у родителей, готовных к сотрудничеству. Также хочу сказать, что можно, конечно, делать бумажные анкеты, но не забывайте, что мы живём в 21 веке и гораздо удобнее для вас и для родителей будет сделать гугл-форму и потом её обработать. Причём гугл-формы, если вы пользовались, то знаете, они обрабатывают сами себя и дают автоматически сделанную статистику, что тоже бывает очень и очень удобно. Следующее, что нам нужно знать для успешного взаимодействия с родителями. Вот в этом разделе и в следующем я буду немножко пояснять и разворачивать темы. Я думаю, что это будет тоже интересно. Ну и разворачивать темы я буду на тех инструментах, которые сама для себя придумала. У меня тренинговых групп много, на данный момент их шесть, и там ещё есть группы, которые формируются на короткое время, поэтому взаимодействия с родителями тоже много, и вот эти вот таблички, вот эти вот шкалы, они дают возможность сделать это очень быстро. То есть что мы смотрим о родительском отношении к ребёнку? Четыре таких параметра, как контроль, уважение, эмоциональная близость и гибкость. Гибкость – это умение подстроиться к ребёнку, даже в тех моментах, например, когда он быстро, очень быстро изменяется. Давайте посмотрим, если вот исходить из этой шкалы, какие типы семей мы можем сделать. Вот это вот семья в гармоничном стиле, вот просто мечта каждого педагога, дай бог, чтобы у вас побольше было таких семей. Здесь всё как бы выше среднего, то есть родители готовы много-много энергии вкладывать в отношения с детьми. И детей довольно-таки активно контролируют, то есть для родителей не становится сюрпризом, всё, что происходит с детьми, всё под контролем. Детей очень сильно уважают, это такое реальное уважение к растущему человеку. Есть эмоциональная близость, очень хорошие отношения в семье, и есть гибкость. То есть гибкость позволяет ребёнку расти и в семье такого стиля, например, родители готовы перестраивать, переделывать правила и законы семьи, когда ребёночек немножко подрастает. Вот, и это тоже нам очень-очень важно. Следующий тип. Авторитетный стиль. Тоже неплохой, неплохой совсем, но здесь тоже есть свои как бы минусы. То есть там родители очень классные, вот прямо классные, ребёнок их безумно любит и будет ими хвастаться. Родители, которые всё контролируют, также они детей уважают, то есть контроль это очень уважительный. Есть эмоциональная близость, но такие семьи начинают выбивать из колеи, когда в жизни ребёнка происходят быстрые перемены. То есть этим семьям не хватает гибкости. Вот буквально на этой неделе вела обратные связи с родителями. У меня есть детки в подростковом периоде. И, например, прекрасная семья, прекрасное отношение у мамы с ребёночком. Но когда ребёночек закрыл дверь в свою комнату и написал на ней табличку «Не входить», у мамы случился шок. Мы долго с мамой разговаривали по поводу того, что да, теперь так будет, это будет несколько лет, потом дверь откроется и будет уже немножко полегче. То есть в таком стиле не хватает гибкости немножко. Следующий авторитарный стиль. Это тоже очень сильно контролирующие родители, но это контроль такой, контроль господина, скажем так, над своими подчинёнными или генерала над своими солдатами. Потому что здесь всё про контроль, то есть в голове родителей сидит, что нужно всё держать под контролем, контролировать, и при этом уважение, эмоциональная близость и гибкость, они очень сильно страдают. Это уже семья близко к группе риска, потому что взаимодействовать с такими родителями довольно сложно. Либеральный стиль прям противоположный и тоже не очень удачное решение. То есть здесь ребёночка любят, ребёночка уважают, готовы под него подстраиваться, контроля нет совсем. То есть ребёночек делает то, что хочет, а для ребёнка в любом возрасте эта ситуация, она небезопасная, и она довольно тревожная. Конечно, дети не любят контроль, но когда контроля нет совсем, они считают себя брошенными, и это для них очень страшно. Ну и попустительский стиль, это как раз семья и группа риска, когда мамы и папы абсолютно заняты собой, и на ребёнка энергия не тратится. Контроля нет, уважения нет, призности нет, гибкости нет. Ну, короче говоря, родитель физически есть, слава богу, если он есть, но он реально отсутствует в жизни ребёнка. Вот, как выявить стиль? То есть я, например, встречаюсь с родителями и при первых анкетированиях на себе уже делаю пометочки, что от кого ждать и какой стиль семьи, для того, чтобы было потом удобно взаимодействовать и понемножечку, ну, как бы размечать встречи с родителями, консультации, какие-то информационные поводы, так, чтобы немножечко сбалансировать вот эти вот стили поведения родительского. Что помогает? Разные тесты. Вот все тесты, которые здесь написаны, я их видела в интернете, то есть их там множество. Ну, и, конечно же, вы можете все эти тесты посмотреть, но, скорее всего, люди здесь все мудрые, люди все образованные, поэтому, скорее всего, вы сделаете свой собственный тест и родителям его дадите. То есть здесь те вопросы, на которые вы хотите получить ответ, ну, вот в какой-то вашей ситуации. Вот такие вот анкеты тоже есть. Это такой простейший инструмент, и он даст вам представление о том, что происходит в родительских позициях у ваших детей, в ваших семьях. Ну, и немножечко посложнее инструмент. Это уже психологическая диагностика, но он совсем немножечко посложнее, поэтому не бойтесь хотя бы его открыть, посмотреть, потому что его достаточно легко обрабатывать. Да, есть тесты разные, бывают сложные в обработке, бывают простые. Этот простой в обработке, то есть я, например, лояльно настроенным родителям его просто высылаю и говорю, давайте посмотрим, что у вас там. Особенно, когда родители говорят, вот что-то не понимаем, и нам кажется, что мы ребенку мешаем, что-то мы не то делаем. Я говорю тогда, ну давайте посмотрим, и они получают вот этот вот тест. Опросник родительского отношения, автор из Долины Варга, я про него сейчас расскажу поподробнее, и еще две методики, они тоже простые, и они тоже интересны. То есть у нас вообще люди любят всякие тесты, всякие анкеты, и методика пари, и семейная жизнь глазами матери для них будет интересна. И не только данные получить интересно, но еще и что-то обсудить потом, может быть, с вами. Ну теперь про опросник родительского отношения, то есть позиции родителей. Здесь тоже шкалы, примерно тот же подход шкалы, их пять. Здесь первая шкала – это принятие отвержения ребенка, то есть родители готовы своего ребенка принять, или он сильно осложняет их жизнь. То есть это общее такое эмоциональное отношение к ребенку. Второе – это способность кооперации, то есть к совместным действиям, насколько семья действует совместно, или там каждый сам по себе, или вообще друг другу мешают действовать. Третья шкала – это симбиоз, то есть насколько ребенок отделился от матери, обозначил свои границы и стал более-менее самостоятельным человеком. Либо симбиоз остался, и тогда мы плохо себя ведем, мы закончим университет, потом мы женимся. Ну вот мы в речах матери, употребленные по отношению к ней и ребенку, это признак не разрывавшихся тесных связей с матерью, это признак того, что есть симбиоз, и ребенок не может самостоятельно развиваться. Четвертая шкала – авторитарная гиперсоциализация. И здесь речь про контроль, то есть насколько ребенок открыт в своих делах, то есть что он может контролировать сам в своей жизни, и насколько ему родители позволяют это контролировать. И пятая шкала – маленький неудачник. Ну это вот принцип красной и зеленой ручки, то есть что родители видят в первую очередь. Они видят недостатки, или они видят достоинство своего ребенка, на что они обращают внимание, что они развивают. Вопрос из чата – возможно ли опрашивать в беседе, а не с бланком. Смотрите, смотря какая цель. То есть в личной беседе, конечно, это будет здорово, но личная беседа – это очень энергозатратно для педагога. То есть вы можете, например, сделать какую-то входную беседу, индивидуальную с каждым. Ну вот у нас, мы это делаем, у нас как бы входит в программу тренинга, да. А потом какие-то вещи, ну вот чтобы сделать срез и получить какую-то информацию, вы можете сделать вот гугл-формы либо бланки. Поэтому вы выбираете сами. То есть глубинное интервью, такая беседа – это тоже очень хорошо. Так, с позиции родителя. С позиции родителя учитель пишет докладную на весь класс. Родители поговорят с детьми, но если учебный процесс сам по себе неинтересен, то родители детей не замотивируют. Как найти компромисс с педагогом? Здесь надо искать причину в родителях, диагностировать родителей. Смотрите, если вообще весь класс, то скорее всего вы правы, причина в педагогии. И здесь очень хороший вывод – это сторонний человек, который в этом поле появляется. То есть это модерация конфликта, которую осуществляет другой человек, не психолог этой школы, вашей школы, не вы, не педагог. То есть это осуществляет незаинтересованный специалист. Ну и как выход, допустим, сделать какую-то диагностику, мотивацию у детей, может быть, диагностические тесты, понаблюдать за учебным процессом, сделать какие-то выводы, что-то посоветовать учителю, ну и, например, таким-то образом проработать с детьми в тренингах те процессы, которые у них не налажены. Достаточно сложная работа, но здесь нужен кто-то третий в таких работах. Продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Да, вот мы родительскую позицию поняли, то есть поняли, что у нас происходит. Про родителей детей-инвалидов сейчас скажу в семьях группы риска. Хорошо? Презентацию вот... Презентацию это не включила, но отвечу, раз получился такой вопрос. А семьи группы риска, то есть те, с которыми работать сложно, и там, где возможны конфликты, возможно, какие-то сложные ситуации с детьми, неуспеваемость, опасное поведение детей, опасное поведение родителей и много чего еще. Какие семьи мы выделим в группу риска? Первое, это семья с созависимостью. Любой, и я их перечислю. Второе, это нарциссическая семья. Это не так очевидно, но это страшно. Работая с нарциссическими семьями, это очень страшно, выжигающее для ребенка. Поэтому это тоже группа риска. Семья, в которой есть инвалидность, семья, в которой присутствует насилие, и, конечно же, это семьи в сложной ситуации, в своей жизненной сложной ситуации, семьи, которые эмигрировали, которые переселились из мест военных действий, то есть семьи беженцев, семьи в разводе после смерти родителей, дети с бабушкой и дедушкой. И сюда я тоже добавила приемные семьи, особенно в первые годы приемного родительства. Там тоже сложности хватает, и нам нужна особая помощь. То есть вот на эти семьи обратите внимание. Чуть-чуть расшифруем созависимый паттерн поведения. Что это может быть? Любая созависимость, то есть когда у человека что-то в его жизни становится всем. Вот так можно сказать. То есть какая-то часть его жизни становится главной ведущей, а остальные части жизни как бы ей подчиняются. И это, конечно, алкоголизм, но это не все. Это семьи, в которых есть наркоманы, такие тоже у вас могут встретиться. Игромания. То есть сейчас, конечно, по игровым салонам никто не бегает, но у пап есть танчики, у мам есть симсы. Такая игра, если не слышали. Вот. Поэтому вполне возможен вариант, когда вечером папа в танчиках, мама в симсах, а ребенок еще в чем-то своем и вот такая вот семья игроманов. И это очень и очень часто встречается. Это тоже зависимость, причем у родителей, можно сказать, у первых, зависимость от игр и вообще от гаджетов. И при этом они пытаются отобрать гаджеты у детей, сами оставшись с ними. Вот такая вот несправедливость. Еще появилась зависимость от здорового образа жизни. Тоже на это обращайте внимание. Ну, это у нас суровые веганы или веганы, прошу прощения, не знаю, как правильно, которые не дают детям есть мясо, курицу и рыбу. Кормят овощами, а еще лучше солнечным цветом. Есть у нас тоже такие мамочки, которые воспитывают великих гимнасток и великих фигуристок. И иногда мы просто девчонок подкармливаем хлебом, потому что она белая, прозрачно ее шатает, но мама пишет в WhatsApp никакого хлеба, и чтобы никто ей конфет не давал. Вот как-то так тоже бывает. Зависимые межличностные отношения между родителями и в том числе сильная, прям зависимая такая патологическая любовь. И религиозные секты, коих тоже хватает. И на данный момент еще, кроме религиозных сект, у нас еще появляется радикальное течение мировых религий, то есть войны вокруг хиджабов начинаются, войны вокруг традиций. И вот всего этого тоже много. Почему важно вот эти семьи отследить? Потому что в созависимой семье, а почему она созависимая? То есть если кто-то впадает вот в свою зависимость и как бы в каких-то моментах становится беспомощным, то остальные члены семьи компенсируют вообще вот всю ситуацию до нормального уровня и компенсируют за счет своих сил. То есть где-то ребенок будет спасателем, где-то ребенок будет жертвой, собирает на себя побои, мирит папу с мамой, например, ну и так далее, страдает от того, что там его не кормят нормально. И вот это вот все тоже нужно отследить и как бы постараться нормализовать, поработать с родителем, потому что здесь опасность для ребенка физическая. В нарциссической семье физической опасности для ребенка нет, но в таких семьях очень велик риск суицидов детских, даже в очень раннем возрасте. Это семья, в которой родители не способны к выражению чувств нормального. То есть их чувства выражаются сами по себе, это не всегда соразмерно с ситуацией. И ребенок как бы он отвечает за то, чтобы маме и папе было эмоционально хорошо. Например, такой нарциссической мамы, когда я выхожу к родителям, грубо говоря, у нас была тема переговоров, вот вам, родители, задание, проведите, пожалуйста, переговоры со своими детьми. И мама начинает просто кричать и визжать, но на минуточку тут все дети и родители, а да, как с ним переговаривать, если он плавки в бассейне потерял, что мне с ним делать, как можно разговаривать с таким, и дальше идет ругань в сторону мальчика. Он все это слышит, я на него смотрю, и я понимаю, что ему все равно. Он уже вообще вот это не слышит, у него эмоций никаких нет, он ничего не чувствует абсолютно. То есть в таких семьях дети замороженные, они не чувствуют эмоций, они не испытывают свои желания. Ну и обращайте на них внимание, потому что это дети очень и очень тихие, спокойные и удобные, поэтому они как бы не попадают в наше поле зрения. Мы тут с шумными хулиганами пытаемся как-то справиться, но это дети, которые тоже очень сильно страдают. Им сложно заниматься, им сложно учиться и налаживать контакты со сверстниками. Этих деток нужно понемножку размораживать. То есть здесь вам нужно будет запланировать какую-то работу для того, чтобы вытащить у ребенка его желания, его эмоции. То есть в этой семье, хотя семьи могут быть благополучные, достаточно обеспеченные, там очень-очень много проблем. Насилие в семье. 75% детей в российских семьях испытывают насилие. Это статистика, она ужасная. Что такое насилие? Это любое действие, которое причиняет вред ребенку, не просто физический вред, но и психологический. То есть мы выделяем физическое насилие, психологическое, и, к большому сожалению, очень много сексуализированного насилия в наших семьях тоже присутствует. Что такое физическое насилие родителей? Побои, угрозы, расправы, какие-то жестокие игры. Например, жестокие игры папы и сына, после которых сын весь в синяках, а папа говорит, ну что, я тренирую настоящего мужчину. Лишение возможности удовлетворить свои базовые потребности, как, например, вот все примеры привожу реальные, и поэтому это очень страшно. Как, например, мама врывается, ну там, правда, школьники, мама врывается в комнату в 12 часов ночи, и начинается истерика по поводу того, что дочь получила 4 по английскому языку. Оставление в опасности намеренное и преднамеренное. Ну, опять-таки, факт. У нас в Екатеринбурге буквально в этом месяце мама за какую-то провинность выгнала ребенка из дома. Ну, на минуточку у нас сейчас тут под 30, минус 30, а ребенок ушел из дома в шортиках и в носочках. В чем-то провинился, тоже вроде бы как уроки не учил. Вовлечение в употребление алкоголя и наркотиков и применение диеты, которая не соответствует потребностям организма. Выделила красным, потому что мало кто считает это за насилие, пока с ребенком не случаются страшные вещи. Психологическое насилие. Неприятие, постоянная критика ребенка, оскорбление, унижение. Физическая и социальная изоляция. То есть, когда вы свое чадо не пускаете к друзьям целый месяц, это насилие. Так-то вот пора уже отпустить к друзьям. Предъявление к ребенку требований, не соответствующих возрасту и возможностям. Ваша ложь. Грубое психическое воздействие, которое приводит к тому, что у ребенка случается травма. То есть, такие вещи, которые он не может никак пережить. Сексуальное насилие, его тоже много. И особенно тяжело в семьях, где есть отчимы. Ну и старшие братья, они тоже иногда в силу своей незрелости младших братиков, сестренок потягивают сексуализированное насилие. Тоже один из примеров к консультации. Мама обратилась и очень жаловалась на распущенность дочери. Пока мы не выяснили, что дочь живет в одной комнате со старшим братом, а брат смотрит фильмы определенного плана, и она их тоже видит. Это тоже сексуальное насилие. Ну и здесь вы презентацию скачаете. Признаки сексуального насилия я на всякий случай выписала, потому что их надо бы знать. Ну и чуть более мягкое, но все равно раннейшее, это инцестное поведение, когда ребенок становится как бы партнером своего родителя, и выполняет все функции своего родителя, ну как бы партнера. То есть он и выслушивает жалобы, он и помогает, особенно сын маме. И у них много общего, они проводят много времени вместе, но при этом как бы мама не дает сыну расти. Вот это все ситуации насилия. На всякий случай для вас все это расшифровано. Ну и просили про семьи с детьми-инвалидами. Смотрите, я вот просто не стала вставлять сюда, потому что у меня отдельные вебинары были. Это я точно рассказывала, как бы не хотела повторять. Светлана, вот найдите тоже в интернете, есть много информации по поводу работы горя. Вот, я даже написала. То есть это информация о том, что человек горюет, он проходит несколько стадий своего развития. Первая стадия – это шок, неприятие ситуации. Потом следующая стадия – это агрессия. Третья стадия – это депрессия, когда у человека не хватает сил. И вот пройдя все это, человек справляется с ситуацией и начинает как-то жить по-новому, но все равно жить. Так вот, мамы детей-инвалидов, они психологическую поддержку чаще всего не получают ниоткуда, поэтому они на какой-то из этих стадий застревают. То есть вот те родители, про которых вы говорили, они застряли на первой стадии. Это работа психолога. Работа психолога через тренинговые вещи. И я очень советую кинотренинги. То есть когда люди смотрят фильм или мультик, обсуждают его героев, и какие-то стратегии героев обсуждают, и мысленно сравнивают их со своими стратегиями. То есть из того, что я прям всегда говорю, и такие классические вещи – это мультик «Серая шейка», это фильмы «Выше неба», российский фильм, и это фильм «Временные трудности». Вот из российских фильмов три, на которых можно проводить кинотренинги с детьми-инвалидами. Там, конечно, нужно дать ресурс, добиться того, чтобы человек рассказал про свою ситуацию, вывел как бы на уровень речи, логоса, и понял, что это так, и потом уже начал сражаться за своего ребенка. Вот, как выявить группы риска? Никто из них не придет и не скажет, а у нас папа пьет, или у нас мама нарцисс. Ничего подобного. Они будут приходить, смотреть честными глазами, а в семьях будут происходить вот такие вот страшные, ужасные вещи. Что-то вы поймете по ангитированию, косвенно. Что-то вы поймете из наблюдения за ребенком. Диагностические инструменты, я про них сейчас расскажу. И, конечно, вот здесь вот личная встреча с родителями, здесь какие-то глубинные интервью, на которых все равно родители выскажут свою точку зрения, расскажут про свои проблемы, и вы будете понимать, чего происходит. На что обращаем внимание? То есть, как выделить детей, которые могут быть в группе риска и начать уже работать прицельно? Это внешний вид. То есть, ребенок, у которого синяки и ссадины. Ребенок, которого бьют. Неаккуратный внешний вид, грязная одежда, неухоженность, ну и, прошу прощения, специфический аромат от ребенка. Кто понял, о чем я, поставьте огонечек. Дальше. Это, может быть, реакции, которые с действительностью не совпадают. То есть, например, вы детей собираете на прогулку, не все вас слышат, и вы повысили голос, сказали просто громко, ребята, мы сейчас собираемся на прогулку, все наконец-то сдвинулись с мертвой точки, начали колготы натягивать, а кто-то в страхе забился в шкафчик, потому что уверен, что сейчас вы его будете бить. Вот на таких обращайте внимание. Ну и вообще нехарактерные реакции, то есть, когда он смеется, например, во время того, как другой ребенок обижен или упал, или ничего не испытывает, наоборот, в какой-то ситуации, где дети эмоционируют. То есть, эмоции, которые отличаются от контекста, то есть, в этом контексте должны быть другие эмоции, и ребенок вообще что-то другое демонстрирует. Уже повод задуматься. О реакции страха, тревожное поведение, то есть, ребеночек с такими тревожными глазами, и нужно разбираться, чего там. Молчащий ребенок, вечно молчащий ребенок, то же самое. Там может быть нарциссическая семья, и все что угодно. Привлечение внимания любым способом. Такие липучки, которые липнут на вас и не отлипают. Немотивируемая агрессия. Регресс в ранние периоды развития. То есть, когда ребеночек ведет себя, как ребеночек более раннего возраста. Ну, например, шестилетка сосет палец, или, например, НРС, да, у 5-6-летнего ребенка, который вот начался почему-то, или сисюканье, или замедление, прекращение речи. Это вот тоже о том, что нужно обратить внимание на этого ребенка, ну и посмотреть, прежде всего, что там в семье делается. Кроме наблюдения, вот еще одна есть методика, такая достаточно простая. в обработке методика диагностики межличностных отношений. И там основные факторы доминирования подчинения, то есть семья демократичная, или кто-то один там управляет, и агрессия, либо дружелюбие, то есть, ну просто характер отношений в семье вы можете посмотреть. Дальше. Экокарта семьи. Вот здесь уже, когда мы точно знаем, что это семья группы риска, следующая диагностика, посмотреть, а где взять ресурсы семье. То есть, семья, она же не живет в вакууме, да, вокруг нее что-то есть. Есть там школа, садик, друзья, больницы. Вот просто посмотрите, кто может оказать помощь, кроме вас, потому что, ну мы реально все сделать не можем. Девочка три года, вроде шустрая, но любое замечание пояснений сразу ревет, как белунга. Ну вот, тоже обратите внимание на семью, что там. Там может быть где-то центричная позиция, про родительские позиции тоже поговорим. Вот, там может быть нежная, хрупкая мама. Ну, все, что угодно может быть, то есть поговорить с мамой. Вот как раз про семейные системы. То есть мы сейчас идем как бы по убыванию степени риска, и есть семьи, группы риска, где вот высокий риск, а есть семейные системы, где вот такого риска нету, серьезного, да, то есть ребенок физически, психически, он более-менее нормальный, да, то есть ему от семьи ничего не угрожает. Но семейная система сложена как-то так, что ребенку сложно развиваться. И чем ребенок старше, тем сложнее развиваться. То есть, что, когда нужно лезть в эту диагностику, ну, это диагностика, которая требует времени и сил, и, собственно говоря, это уже точный инструмент психолога. Ну, хотя бы вы, если вы работаете педагогом, вы будете знать, когда привлекать психолога. Зачем нам это? Определить особенности семейных систем, и вот уже опираясь на особенности семейных систем, понять направление просветительской деятельности, то есть о чем, с кем мы будем говорить. Ну и, конечно, мы учитываем особенности семьи в индивидуальной работе с родителями. Варианты. Семья с крепкой вертикалью или патриархальная семья, то есть это традиционный такой вид семейного устройства, когда есть глава семьи. В русскоязычных семьях это будет мама или бабушка. Это вариант семьи бабки Яма, когда мужчин нет в семье. Вот, бабушка, мама и ее дети. В семьях, которые приехали в Россию, там, скорее всего, будет папа либо дедушка-патриарх. Но и там, и там есть сильный волевой руководитель, который всей семьей управляет. И под его началом все остальные. Поэтому, например, столкнувшись с патриархальной семьей мигрантов, с мамой разговаривать о чем-то бесполезно. Например, разговаривать с мамой про то, что нужно сдать деньги на какие-то там пособия детям, вообще бесполезное занятие. Нужно добывать папу, связи с папой, и папе очень уважительно обосновывая говорить о том, что и зачем нужно вам. Вот в такой семье ребенок находится внизу этой иерархической пирамиды, и он все время рвется вверх. То есть ему всегда мало власти, мало участия в этой семье. И здесь два варианта, которые возможны. Либо ребенок будет бунтовать, особенно в подростковом возрасте, либо он просто из семьи уйдет физически, ну или такой ритуальный уход, то есть ему просто становится все равно, и он что-то живет там какой-то своей жизнью. Действительно внутренне у него вообще что-то свое, о чем родители даже не подозревают. Вот, то есть здесь будут попытки загнать на место, поставить на место человека растущего. Ну и здесь мы работаем на то, что гибкость иногда полезна, что семейную систему все равно надо модернизировать. 21 век у нас на дворе, ну вот как-то так. Еще опасный вариант – это либеральная семья. Здесь родители держатся с ребенком на равных, и ребенок, собственно говоря, сам себе предоставлен, и он сам может решать, чего ему делать. Может решать всякого, поэтому здесь мы ведем работу на то, чтобы в семье установился разумный контроль все-таки. Ну и просто бич нашего времени – детоцентрическая семья. Семьи такие появились во второй половине 20 века, когда детей стало очень мало в семьях. То есть вместо там 5, 6, 7, 8, как раньше, стало 1 и 2, и дети стали огромной ценностью. Это чисто биологические уже такие вещи, биологическое поведение. То есть ребеночка, когда он один или два, их очень-очень сильно берегут. Ну и еще родительский проект. То есть у людей сложилось понимание, что успешное родительство равно вообще успешной жизни. То есть ты можешь быть никаким на работе, не делать карьеру, застыть на одном месте, но если ты успешный родитель, значит ты вообще молодец. И вот через ребенка родители как бы самоутверждаются в этой жизни. Но когда ребенок взрослеет, чем больше ребенок, тем больше проблем с ним. То есть с одной стороны он как бы требует очень много, а с другой стороны он никого не воспринимает, как живых людей со своими потребностями. Все в его глазах, ну просто роботы, которые приносят ему то, что необходимо. Ну и тоже современный такой вариант, это семья с очень занятыми родителями, которые большую часть суток проводят на работе. И чаще всего это патологический трудоголизм. Конечно, никто в этом не признается, потому что у нас трудоголизм поощряется многими-многими начальниками. Вот, таким образом. Ну и в такой семье тоже ребенок будет оставаться вообще без присмотра. И в семье как бы тоже нет границы ребенка. Ребенок чувствует, что ему он не важен. Он чувствует, что на него родителям наплевать, и все время требует внимания. Внимание требует по-разному. Своими хулиганскими поступками, с тем, что свяжется с плохой компанией и так далее. Вот, как мы работаем с семейными системами, как мы их смотрим. И как бы вот те диагностики, которые я сейчас вам расскажу, они мне нравятся тем, что это очень красиво. Это правда очень красивые диагностики. И они одновременно диагностические и терапевтические. То есть семья, которая входит в эту диагностику, они что-то про себя понимают. Вот, и это что-то они тут же могут решить. Первое – это семейная скульптура. Мы говорим родителям и детям, сделайте, пожалуйста, скульптуру гармоничной семьи, вот как вы это представляете. И они делают по очереди. Скульптуру можно сделать из живых людей. Также мы можем сделать пластилиновые фигурки, ну или готовые фигурки. Например, набор для песочной терапии вполне для этого подойдет. Можно сделать с заместителями. То есть семья сама не участвует в этой мини-постановке. Она выбирает заместителей, которые играют роль папы, роль мамы, роль деточек и так далее. Ну вот я нашла такие милые иллюстрации. Вы тоже можете комментировать эти иллюстрации. И какими могут быть скульптуры, что они могут показать. Ну вот, например, здесь мы видим как раз такую зависимую, взаимозависимую супружескую любовь. То есть папа с мамой, они очень сильно любят друг друга. Они в центре композиции. Детки несколько отстранены, но здесь у деток есть заменители папы и мамы. Ушастые, хвостатые. И они немножечко сглаживают вот эту ситуацию. Или такой вот вариант. Здесь есть некое такое скрытое соперничество между родителями. То есть мама любит одного, папа любит других девочек. И идет как бы соперничество. Вот такой вот вариант. Здесь тоже мы видим, что в семье появился маленький. Мамины ручки заняты маленьким. И папа с детьми, они испытывают некую такую печаль. Мы видим склоненную фигурку папы, да, дочек, которые тоже не очень веселые. Какие-то плюсики у нас появились тут. Ну ладно. Вот такая вот фигурка может быть. Здесь примерно похожая ситуация. То есть новенький ребеночек появился. И девчонке старшее явно хочется внимания родительского. Но они на нее не смотрят, они смотрят на лялю. Ну и назову автора, потому что это авторские фигурки. Я просто обязана это сделать. Автор Сьюзан Лорди. И вот она делает такие красивые деревянные фигурки. Иллюстрации я нашла в открытых сетях. Кому подходит такой вариант работы? Семьи, которые не могут проговорить проблемы. Чаще не могут проговорить, потому что они их не ощущают. То есть есть общее ощущение, что все плохо. Но что плохо, они не знают. Для маленьких деток, то есть если семья в возрасте от 3 до 6, то мы берем вариант с пластилином. То есть мы лепим фигурки. И это семьи с отсутствием острых внутренних конфликтов. То есть это семья, которая придет с запросом, у нас чего-то не так, помогите нам, мы оба там или все хотим разобраться, что не то происходит. Примерно похожая практика – это семейная хореография. То есть здесь уже люди выстраиваются на сцене. И мы смотрим расстояние друг до друга, близость, кто с кем рядом встал, кто от кого отбежал. То есть в отличие от скульптуры, это динамичная композиция, где люди могут передвигаться по сцене. Еще интересная методика, очень глубокая, и это для индивидуальной работы с семьями – ролевая карточная игра. Ролевая карточная игра – это диагностические инструменты, ну, в общем-то, инструмент для самодиагностики. Кое-что, ну и много всего можно посмотреть. Что, например, и вообще, как это происходит? Семье выдаются карточки и предлагаются эти карточки либо оставить себе, либо отдать кому-то другому. Карточек много, и среди них, например, есть роли обязанности. Например, карточка «Организатор дома», «Планировщик ужина», «Организатор праздников», «Садовый работник», «Разгрузчик посудомойки» и так далее. И точно так же там есть карточки взаимодействия, потому что в семье, кроме физических обязанностей, еще есть такие роли взаимодействия. Это может быть тот, кто говорит правду, тот, кто всем помогает, тот, кто всех понимает, дипломат, может быть, обвинитель, может быть, одинокий волк, который сам по себе живет, может быть, жертва, сбиватель с толку и так далее. И вот люди получают карточки, и, например, ребенок берет свои карточки и говорит, ага, тот, кто разгружает посудомойку, «Ой, мам, это ты», отдает маме карточку, «Мама, ты готова принять эту карточку?» Мама говорит, «Ну, что поделать, это мне не очень нравится, но я ее приму». Потом думает и говорит, «Слушай, а давай мы эту карточку будем друг другу по очереди давать?» Или «Давай мы ее поменяем на что-нибудь, например». Ну или, например, у ребенка попадается карточка «Одинокий волк», и он говорит, «Не, я точно не одинокий волк, мне нужно, чтобы вы меня обнимали». Вот папа у нас такой, «Пап, возьмешь карточку «Одинокий волк»?» Папа такой, «В смысле?» «Почему мне это?» Он говорит, «Сын говорит, ну, потому что ты приходишь из дома, забираешься в своей комнате и идешь в свои игры играть. Вот, ты там «Одинокий волк», а мы с тобой не общаемся». И вот это очень сложно, это такая очень сложная и откровенная работа, и люди обмениваются карточками, понимая, как их видят другие члены их семей, как их видят их дети, как они видят своих детей. И после этого могут быть серьезные разговоры о семье. Что можно посмотреть вот в этой методике? Распределение обязанностей, гендерную политику семьи, семья с жертвой, ну, вот, козел отпущения или жертва, то есть человек, на которого вся отрицательная энергия семьи может быть свалена. Сила, то есть кто здесь главный двигатель семьи? Семейные альянсы, то есть кто с кем дружит, кто против кого дружит. Так тоже бывает, что в семье, внутри семьи есть несколько альянсов. Кто испытывает гнев и не показывает этого, есть ли эмоциональная поддержка или нет. Ну и в этой игре также вылезут некие скрытые конфликты и еще не проявленные конфликты, которые только зреют. Еще один метод тоже из глубинных для индивидуальной работы это метод гинограммы. Коллеги знают, наверное, и к методу гинограммы мы прибегаем, когда в семье все хорошо, но все-таки что-то плохо. То есть когда мы понимаем, что проблема на более глубоком уровне, мы начинаем смотреть гинограмму и смотрим уже целый род. То есть на гинограмму наносятся значки родителей, бабушек, дедушек, прародителей, а потом условными обозначениями наносятся значки проблем, которые могут быть переданы по наследству и которые могут оказывать влияние, например, на 2-3 поколения. И мы, когда гинограмму рисуем, тогда начинаем видеть, откуда вообще пришла проблема. Вот на этой гинограмме вы видите значок рюмочки. Обратите внимание, приглядитесь, если в записи смотрите, можно поставить на стоп и рассмотреть. То есть рюмочка – это значок того, что человек злоупотреблял алкоголем. И мы здесь видим, как это передавалось по наследству. Мы видим, к чему это приводит. Вот две перечеркнутые черточки, такие параллельные. Это разрыв отношений, это расторжение брака. Мы видим, сколько здесь расторжений брака. Мы видим людей умерших, рано умерших. Ну и здесь уже понятно, откуда идет проблема, а когда понятно, уже возможно с ней поработать и преодолеть. Ну и есть еще один способ – это наблюдение во время совместных занятий. То есть, когда мы просим детей и родителей что-то вместе сделать. Что это может быть? Чаще всего это арт-практика. То есть дети и родители собираются на каком-то занятии, и мы их просим. Нарисуйте семейный герб, например, изобразите сцену из семейной жизни, фотоколлаж, общий рисунок, изображение своей семьи, изображение какого-то события. Хоть чего, главная задача, чтобы у нас люди начали работать вместе. И вот тогда мы смотрим, кто начал первым рисовать, то есть, кто дал приказ, отдал приказ в начале работы. Кто в каком порядке в работу вступал? Нет ли здесь отверженных? То есть, разные варианты могут быть. Могут там папа и мама увлечён нарисовать, ребенок сидит, считает ворон, потому что ему карандаша не досталось. А может быть, наоборот, ребенок будет рисовать, папа будет командовать делай вот так и делай вот так. Когда папе предлагаем, возьмите тоже карандаш, он говорит, я что, маленький что ли? Что вы мне такое предлагаете? Чьи идеи находят поддержку, чьи нет? Кто как вовлечён? Как разделили рисунок для совместной работы? Кто-то вытесняет или нет? То есть, вытеснение – это попытка занять большую территорию, либо когда кто-то закрашивает, переделывает то, что нарисовали другие люди. Организация работы. Символы. Ну, очень много можно посмотреть. И если вы такое задание проведёте, если такое занятие проведёте, у вас будет очень много мотивов для размышления, вы очень-очень много увидите. Ну и в конце ещё несколько важных условий проведения вообще любой семейной диагностики. Первое – это родителям и детям должно быть безопасно. То есть, родители точно должны знать, что это не допрос, а вы сведения никому не передадите, вы против родителей это не используете. То есть, здесь нужно людей максимально успокоить и объяснить, зачем вам это нужно. Во второе – это безоценочность. То есть, это такое умение столкнуться хоть с чем и остаться при этом сдержанным. То есть, вам при глубинных таких диагностиках могут начать рассказывать какие-то жуткие вещи абсолютно. И здесь нужна выдержка и терпение, чтобы это не оценивать. Даже если бывает, что люди приходят на консультацию с запросом «Скажите, пожалуйста, как мне меньше бить моего ребёнка?» Вот верите или нет, но так бывает. И здесь сказать «Фу, вы такой бьёте своего ребёнка, я с таким разговаривать не буду», значит, провалить весь альянс, провалить консультацию и не принести пользу ни ребёнку, ни родителю. Поэтому безоценочность. Дальше – это уважение к истории семьи и семейной ситуации, потому что любая семейная ситуация, она вызвана чем-то. Ну и семьи с зависимостью, например, семьи нарциссические, это всегда травма во втором-третьем поколении. Ну а многие семьи, те, кто переехал, те, кто убежал от войны и так далее, они ранены вот в этом поколении, у них может не быть ресурсов. Ну и мы всегда создаём ситуацию для доверительной и активной совместной работы. Вот. Ну и это всё, о чём я хотела сказать. Пожалуйста, если нужно, задавайте ещё вопросы. Я на всякий случай оставляю свои координаты. И вот я вижу вопрос. Как обойти, преодолеть предвзятое стереотипное отношение к психологу или педагогу со стороны родителей, основанное на сектантском мировоззрении, когда родители настроены негативно к специалисту? Вот смотрите, с сектами в чём сложно? С чем сложно? Потому что люди зомбированы, да, и это зависимость такая тоже человеческая. Что мы здесь можем сделать? Какое-то время пообъяснять, поуговаривать и поговорить как лучше ребёнку, потом мы мягко начинаем апеллировать к закону. Мы говорим, что вы живёте в этом государстве. Закон для всех важен и нужен. Но, коллеги, если вы видите угрозу ребёнку в секте, если его кормят воздухом, если там какие-то жертвоприношения ночные, обращаемся в органы соцзащиты даже без разговоров, потому что там страшные вещи. Диагностику провели, анализ провели, занятия провели, а есть ли у вас мониторинг по проделанной работе? Формы как таковой нет, вернее, она у меня есть, вряд ли она всех устроит, но может кому-то и поможет. Форма для психологов это дневник психолога, когда мы делаем некий такой срез раз в три месяца и в этот дневник вносим какие-то новые данные. То есть мы вносим то, что сделали, то, что ребеночек добился, и мы ставим себе новые задачи на следующий период. То есть вот такие вот дневники, они тоже могут быть. Мониторинги на какую-то определенную тему, например, тема вовлеченности. Что еще вас может интересовать, подсказывайте, пожалуйста, в чате. Вовлеченность родителей, например. Какие-то использования родительских технологий, вы это можете делать. Вот я уже говорила, что Google Form, они сами все почитают и у вас данные будут. Обратились родители по НРСу ребенка 7-8 лет, медицинская проблема исключена. Да, уважаемые коллеги, психологи решают не все. Есть еще такие люди, психотерапевты. НРС – это невротическая реакция ребенка и ищем хорошего психотерапевта. НРС – это чаще всего про отношения папы и мамы. Недаром психологи говорят, что лечим НРС, получаем развод. То есть, это такая очень серьезная психосоматика, причем это семейная болезнь и не только проблема ребенка. Поэтому найти хорошего психотерапевта. именно врача-психотерапевта, потому что там иногда медикаментозное лечение, оно помогает, плюс какие-то психологические вещи. Недоверие родителей подсматривания и подслушивания за воспитателя в течение дня. Да, это бывают сверхконтролирующие родители, которым сложно ребеночка своего доверить. Поэтому опережайте родителей какое-то время и выкладывайте фотографии. Может быть, фотографии ну вот раз-раз с прогулки, с завтрака, какие-то такие приятные фотографии в родительский чат. Но единственное, что нужно взять у всех разрешение на публикацию этих фотографий, чтобы никто не был против, что его чадушка в родительском чате появляется. То есть, здесь просто давать много-много информации и потом человек утихнет. Это про сверхконтроль. И еще таких людей со сверхконтролем очень хорошо просить делать какие-то важные дела. Им это прям жизненно нужно участвовать в том, что происходит с ребеночком. Так, они хотят застать врасплох. Ну, вот, да, я уже ответила. НК-Пресс тоже считается одним из проявлений детских неврозов ищем хорошего психотерапевта. Так, задавайте, пожалуйста, вопросы. Можно в личку писать, я там тоже читаю. Дмитрий, вас благодарю за хороший отзыв. Увидела личное сообщение. про сектантов рассказала. мысленно с вами коллега про сектантов, потому что даже с такими активно настроенными представителями любой религии очень-очень сложно иметь дело. Иногда даже ничего не получается. Так, все. Ребенок отказывается надевать спортивную форму на занятия. Это может быть не семейная проблема, это может быть какой-то частный случай. Попробуйте порешать сначала с ребенком, затем уже вмешивать родителей. коллеги, больше вопросов не вижу. Если что, обращайтесь на те адреса, которые я дала. Как вы используете информацию о религиозности родителей при разработке индивидуального плана работы с ними? Смотрите, во-первых, здесь важно не нарушить отношения, да, то есть не начать сопротивляться очень сильно, не начать ругать и громить их родительскую позицию, ту религиозность, то есть, во-первых, мы принимаем, если мы знаем, что у нас есть родители верующие во что-то, мы как бы очень плавно вопросы веры обходим, да, более того, мы очень учтиво предупреждаем родителей о каких-то светских мероприятиях, которые им могут не понадобиться. Но здесь, вот смотрите, чаще всего, что срабатывает со всеми семьями, это предпринятие, приятие, да, по-разному можно говорить, у меня вот в этом году одна просто очень истеричная мама, очень истеричная мама, которая придиралась ко всему и мы говорили, да, давайте будем делать так, как вам удобно, я сразу же поняла, что это человек тоже в сильнейшем неврозе и вдруг случаются такие чудеса, она говорит, как-то вот я с вами пообщалась и вдруг у меня возникла такая мысль не пойти ли мне к психотерапевту, пошла ведь и ей полегчало, ребеночку полегчало, всем полегчало очень сильно. Вот, вот примерно так. Коллеги, больше вопросов не вижу, поэтому давайте будем заканчивать. Остальные вопросы шлите мне лично, я не смогу ответить на вопросы по организации, по получению сертификатов, но Татьяна Викторовна, которая сейчас сменит меня, она еще раз обо всем этом расскажет, а я говорю вам до свидания и до новых встреч, надеюсь, что мы с вами еще увидимся на этой чудесной площадке, всего доброго.